Всем привет! Я рада вас приветствовать на своем YouTube канале. Обо всем понемногу с Натальей. Только что я произвела дегустацию томата Любаши. Вот он у меня уже разрезан, я вам его показала. И сейчас перед вами томат, который называется Верочка. Семена я собирать не буду, потому что это гибрид. Но дегустацию я вам покажу. Размер по сравнению с Любашей я уже показывала. Верочка чуть поменьше. Но если взять вот этот плод, который у Верочки, просто это не самый крупный плод у Любаши. Они примерно одинаковые. Самые крупные просто плоды у Любаши я уже порезала. Ну и давайте разрежем Верочку. Сначала разрез делаем вдоль. Они практически идентичны с Любашей. То есть видно, что многосеменные, мякоти практически нет, толстостенные. Но у них предназначение другое. Это засолка, это вяленье. Попробуем. У него, я уже точно знаю, есть кислинка. Для меня вкусные они. Еще хотела сказать про них, и про Любашу, и про Верочку, что они очень устойчивы к различным заболеваниям. Ни разу, ничем у меня за 4 года не болели. Хотя у меня и кладоспариоз одно время был, и вершинка была, одолевала меня. Вот так вот на разрезе она выглядит. Ни Любаша, несмотря на то, что это гибрид, ни Верочка, не страдали никакими заболеваниями. Урожайный, я уже показывала обзор томатов на кусту, я прикреплю к этому видео. У меня предназначение и Любаши, и Верочки. Это консервирование, засолка, вяленье. Ну, в салаты нет. И вот она немножко, видно в любом случае, арбузная мякоть. В салаты я все-таки крупноплодные использую. Вот она кожица, легко отделяется. Я вам его рекомендую. В засолке идеальный вариант, я не знаю, не трескаются, вкусные очень. Становятся мягкие потом в засолке, то есть кожица остается твердой. А когда начинаешь кушать, то там очень вкусно, так мягенький. Он не твердый в засолке, нам нравится. В любом случае, у каждого томата свое предназначение. Вот у Верочки с Любашей у нас вот именно такое предназначение. Поэтому я вам его рекомендую. Плоды, конечно, они здесь 80 грамм. Больше 100, что Любаша, что Верочка, больше 100 грамм не бывает плодов. Но они и не крупноплодные. Я вам их рекомендую. А на этом с вами попрощаюсь. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok